Вабида Атумзла Радгия Куфун Билля и Навы А то нововведение, которое сегодня произошло и стало явным, является неверием великого Аллаха Субхану Атагана И здесь возможно, то есть те, которые делали шарф на книгу Имама Аль-Барбагари, говорят, что возможно Имам Аль-Барбагари говорит здесь о нововведении тех, которые говорят о сотворенности Кур'ана О сотворенности Кур'ана, или возможно он говорит о нововведениях рафидитов Так то и другое является неверием Говорит, тот, кто будет выявлять это нововведение Тот является неверующим во Всевышнего Аллаха без сомнения То есть тот, который будет говорить то, что Кур'ан сотворен Или будет говорить нововведение, или будет выявлять нововведение рафидитов Тот является неверующим без всякого сомнения Говорит, допустим, если человек говорит то, что раджа Что такое Раджа? Возвращение. То, что Алибна Абиталев сегодня живой, и он вернется в конце времен, это называется Ахидатур Раджа. То есть идеология о возвращении кого Алибна Абиталева на землю, это идеология кого? Рафидита. То есть сегодня Рафидиты говорят то, что Алибна Абиталев живой, и он никогда не умирал, и он что? Он сегодня на небесах, и когда ты слышишь гром, то это голос кого? Алибна Абиталева. А если ты слышишь или увидишь молнию, то это кнут Алибна Абиталева и тому подобное, что ерит. Говорит дальше имам Абиталев, если ты услышишь, как человек говорит то, что Алибна Абиталев живой, и то, что он вернется на землю до судного дня, или точнее что, перед судным днем, тот является кем? Неверующим. Кто-то является неверующим, и это один из признаков Рафидитов. Почему неверующий? Потому что этим он отвергает слова Всевышнего Аллаха, где Всевышний говорит, «Иннака мэгитун, воинному мэгитун», то есть если ты умираешь, и они что умирают, «сумма иннакум йоман стоямати, андаробиком тахтасимун», а потом вы в судный день будете у вашего Господа спорить. То есть Всевышний сказал то, что люди оживут только когда судный день, и не сказал, что кто-то из людей оживет, или обратно вернется в эту джунью, перед судным днем. То есть Всевышний сказал, что в судный день вы будете перед вашим Господом спорить. В другом месте сказал, и мы, как сказать, установили относительно тех народов, которые мы погубили, то, что они на землю эту уже не вернутся. Ясно или нет? В этих аятах указание на то, что те, кто погиб или умер в этой дуне, они не вернутся к чему? К этой дуне до судного дня. А то, что Али ибн Абиталев не умер, это ложь, так или нет? Потому что это по единогласному мнению любого всех мусульман, кроме репетитов. То, что Али ибн Абиталев, а также Абу Бакр, а также Умри, Усманы и так далее, и другие из подвижников, те они умерли, так или нет, и никого нет из живых сегодня на сегодняшний день. Говорит, а также Ума Мохаммад ибн Али. А также, кто скажет, что Мохаммад ибн Али тоже вернется. Как, например, Мухаммад ибн Али, кто такой? Абуджафр аль-Бакир. Абуджафр аль-Бакир. Дальше, Ваджафр ибн Мухаммад. Кто такой Ваджафр ибн Мухаммад? То есть сын Абуджафр аль-Бакира. То есть смотри, был кто? Али ибн Абиталиб. Его внук, а его точнее сын Хусейн. Его сын Али, то есть кто Али? Внук Али ибн Абиталиба. Потом его сын, то есть правнук Али ибн Абиталиба. Вот этот вот Мухаммад ибн Али. Мухаммад ибн Али, кто? Правнук Али ибн Абиталиба. Кто такой Абуджафр аль-Бакир? А это один из имамов-рафидитов. Один из всех, когорафидиты называют своими имамами. Вместе с тем, что это люди имам Али Сунна. То есть Мухаммад ибн Али, Абуджафр аль-Бакир. На самом деле, кто? Имам Али Сунна, так или нет? Кто, говорит, умер в таком году? В 110 или чуть больше так, между 110 и 120 годом. Умер кто Абуджафр аль-Бакир? Его из имамов Али Сунна. И вместе с этим, графидиты приписали его своим имамам. Говорит вот Джафр ибн Мухаммад. Это уже кто? Сын Мухаммада ибн Али. То есть праправнук Али ибн Абиталиба. Его называют как Джафр ас-Садир. А также Джафр ас-Садир, имамун Сахих. Про него сказано, что он имамун Сахих, как у нас здесь в Сноске. Умер в таком 148 году. А также Муса ибн Джафр. Теперь кто? Сын Джафра вот этого. Кто праправнук получается Али ибн Абиталиб. Он известный как Аль-Казим. Муса Аль-Казим. О нем я упоминал где? В книге о Булгаре. Упоминал его почему? Потому что у него есть гробница в Багдаде. То есть там, где он похоронен в Багдаде, над ним графидиты построили гробницу. И делают туда хадж, делают там талах и тому подобное. Делают там мольбы к Аллаху и к нему самому. И более того, говорят о том, что эта гробница проверена тем, что там Севышний Аллах, если кто-то там дуа сделает Севышним Аллаху, то Севышний Аллах непременно отвечает дуа этого человека. Понятно или нет этого человека? Это Муса Аль-Казим. Что? Казим. Вот здесь у нас в словке написано Аль-Ма'руф бил Казим. Так или нет? Саду Кун Абит умер в 183 году. Умер в 183 году. Это все, кто были предки Али ибн Абиталиба. И их графидиты называют своими имамами. То, что они спустятся в конце времен и тому подобное. Вот Акалламу. Филь Имама. То есть они говорят о имамстве. Здесь имам Аль-Барбахари указывает тебе на то, что основа, на которой сошлись единогласно все графидиты. Это вопрос имамства. О том, что пророк, салалу асаляму, оставил завещание Али ибн Абиталибу. То, что он должен быть имамом, кого после него. То есть правителем после него. И Абу-Бакри и Омар насильно взяли власть. И что сделали? Отодвинули Али от правления и тому подобное. Все это основы графидитов. Не найдешь ни одного графидита, кроме как он на этом. Кроме как он на этом. Это их основа билиджма. То есть кто это с этим не согласен, тот у них кафир. Не то, что не графидит. Тот у них кафир. Понятно ли я? Тот у них является неверующим. И они говорят о том, что в конце времен спустится также Аль-Махди, которого они называют Аль-Монтазар. То есть ожидаемый Аль-Махди. И он что? Говорят Всевышний Аллах после того, как он спустится или вернется к людям. Всевышний Аллах пошлет дождь, который будет идти 40 дней. Так что после этого дождя оживут все верующие. И все верующие встанут за Махди и пойдут убивать мусульман, которых графидиты, конечно же, считают за кого? За неверующих. И пойдут убивать кого? Суннитов. И пойдут свергать правителей мусульман, чтобы поставить своих правителей кого? Рафидитов и тому подобное. То есть тот Махди, которого они ждут. Что они говорят? С ним придут 5 тысяч ангелов. Справа будет Гибрин, слева будет Ихрафин. И они будут за этого Махди, который будет убивать Аль-Махди, вырезать их и свергать их правителей, так или нет. И везде разойдется по земле справедливость. То есть какая справедливость? Рафидитская справедливость. Так, и что? Этот Махди оживит Абубакры и Ромара. И потом распнет их на дереве. То есть что сделает? То есть произведет распятие над Абубакры и Ромаром. Оживит также Аишу, рода Илана. И что сделает с ней? То есть приведет к ней, то есть исполнит, что? Это наказание за прелюбодьяния, в котором они обвиняют кого? Аишу. И закидают ее камнями и тому подобные идеологии. Все это идеология кого? Все это идеология рафидитов. Так, говорит, у Анна Умья Аламуна Нагаид. Также рафидиты утверждают то, что эти имамы знают сокровенное. То есть у них это вообще нет никаких сомнений, то что Алибна Абиталик все знает. И более того, по их убеждениям, именно Алибна Абиталик придет в судный день для того, чтобы рассудить между людьми. Не Аллах, фан-таля, придет, а Алиб придет и по поручению Всевышнего Аллаха рассудит между людьми. Это убеждение кого? Любого рафидита на сегодняшний день. Говорит имам Аль-Бар-Багарих Ахзаргум. Береги же их, остерегайся их. Фа инум куфарум биллахин азим. Потому что они неверующие относительно Всевышнего Аллаха Великого. И тот, кто будет говорить эти же слова. То есть, кем является, кто же является неверующим во Всевышний Аллах, фан-таля. И причин, почему рафидиты являются неверующими, очень много. Так или нет? Во-первых, это то, что они считают, что Кур'ан сегодня сокращен. И в нем есть исправление и недостатки. То есть, он изменен и искажен по убеждению рафидитов. Они говорят, что тот Кур'ан, который сегодня в Ахзи Сунна, это всего лишь третья часть настоящего Кур'ана. Также они делают, обвиняют в неверии большинство подвижников и всех суннитов, которые есть сегодня на земле, на лице земли. Также они говорят, что Всевышний Аллах узнает о вещах только после того, как они происходят. Это тоже из архива рафидитов. Также они сокращают сегодня Кур'ан. Здесь у нас Саади. Они растоптали Кур'ан. И это видео было распространено так по всему миру. Также они отвергают сунну. То есть, вообще не принимают сунну и не считают, что это источник шариата. Также они обвиняют Аишу в чем прелюбодеяние. Также они говорят, что Джибриль предал Всевышнего Аллаха и пришел с посланием и отдал его вместо Аликому Мухаммаду. Также они в идеологии своих архиджитов считают обязательным выходом против правителей мусульман. Также они считают, что их имамы выше и почетнее, чем ангелы и чем пророки. То есть, они говорят, что их имамы, кого мы переселяли выше, гораздо более почетнее и достойнее, чем все пророки и чем все ангелы. Понятно ли нет? То есть, Джибриль, Исрафир, они, конечно, великие, но эти имамы более великие. Это миндар-урият из обязательных основ фрагидов. Как об этом говорил Аль-Хумени, Аятулла Аль-Хумени, который был тем, который провел революцию в Иране и организовал так называемую Исламскую республику Иран, которая не является Исламской республикой, а является неверной республикой, так или нет. И это земля неверных на сегодняшний день. На сегодняшний день это земля неверующих. Иран, земля неверующих. Почему? Потому что фрагидиты все они, как их главы, так и их простонародье, все являются неверующими без исключения. Не найдешь сегодня ни одного фрагидита, который был бы единобожником. Мы уже сейчас не говорим про их муж, про их ширк, про то, как они поклоняются на могилах, приносят жертву могилы и говорят о том, что все они знают сокровенное и тому подобное чувство. Так или нет? Все это, каждая из этих вещей, одна единственная, достаточная для того, чтобы вывести раппетиток из ислама, не говоря уже о том, если скопятся в них все эти вещи, которые мы упомянули выше. Говорит, «Каля Таамату ибн Амар», сказал Таама ибн Амар, вот Суфьян ибн Улейна, а также Суфьян ибн Улейна. Кто такой Таама ибн Амар? Говорит, «Аль-Джафари, Аль-Амири, Аль-Пуфи, Асаду, Аль-Абид», то есть был человеком правдивым, был многопоклоняющимся Всевышнему Аллаху, Лаху, Калям, Физ-Сунна. То есть он придерживался чего? Сунна. Умер в 169 году. Так вот он, то есть Таама ибн Амар, а также Суфьян ибн Улейна, говорят, «Ман локафа инда Хусман у Али фахуа ши-и-юн». Кто приостановится в вопросе Хусмана ибн Али, то он шиит. То есть кто скажет, я не знаю точно, кто более почетен или кто более достоин, Русман или Али, то он шиит. Понятно ли, что он шиит? То есть не просто скажет, что Русман хуже, чем Али, или наоборот Русман, а Али достойнее, чем Русман. Даже если он приостановится. Скажет, я не знаю, кто лучше, Али или Русман, то этого уже достаточно, чтобы сказать, что человек шиит. Ла ю аддаль, про него нельзя хвалить. Ва ла ю каллам, нельзя с ним общаться и разговаривать. Ва ла ю жалас, нельзя с ним ходить или сидеть. Ва ман каддама алия на али усман. А если кто-то совсем, что сделает, поставит выше Али над усманом, то это уже не просто шиит, а это уже рафидист. Понятно или нет? Кто приостановится, тот шиит. А кто поставит выше Али над усманом, тот рафидист. Кад рафада асхаби расулин ля салаллах али саляма. Что такое рафидист? От слова рафада, то есть отвергнул. Почему ведь его назвали рафидитом? Потому что он отверг асары, подвижников, посланников Аллаха салаллах али саляма. Некоторые также говорят, потому что он отверг, что правление Абубакра и Ромара. Из-за этого их назвали рафидитами и тому подобное. На самом деле рафидиты называются рафидитами. Почему? Потому что они отвергли религию ислам от ее начала до конца. То есть их религия абсолютно противоположна религии ислам. Их неверие гораздо хуже, чем неверие иудеев. То есть иудеи не настолько неверующие, как рафидиты. Какой бы вопрос неверия к тебе не пришел, любой этот вопрос присутствует у рафидитов. Понятно ли, какой бы вопрос не противоречил религии ислам, он обязательно есть у рафидитов. Рафидиты единственная на сегодняшний день группа людей на земле, которые противоречат религии ислам со всех сторон. Нет ничего из толков или из основ религии ислам, кроме как непременно рафидиты противоречить к этому. Вместе с тем, что иудеи и христиане во многих вопросах согласны с мусульманами, так или нет. Во многих вопросах, что делают, соглашаются с исламом, а рафидиты нет. Не соглашаются с исламом ни в одном вопросе. А кто поставит вперед троих над всеми остальными подвижниками, то есть того, Абубакра, Умара и Усмана, и будет хорошо отзываться и просить милости у Аллаха за остальных подвижников, и будет умалчивать, точнее, что не то, что умалчивать, а будет молчать о тех вещах, которые вышли от подвижников, и что «фау аля тарих али стихама», то он знает, что он на прямом пути в этом вопросе. Именно в этом вопросе. Понятно ли мне? Потому что он может быть нововведенцем в других разделах или в других вопросах. Или в других вопросах. Я думаю, что тот, кто поставит алифи и соблюдать, то чьи, а тот, кто поставит алифи сам в правильном, то трофедик, да. Так было, что в первые времена. Так было в первые времена. Почему? Потому что в начале было разногласия. Русман лучше или али. Потом сошлись на единогласном мнении. И кто разногласил в этом, кто лучше, Русман или али, того называли, что шиитом, но не называли рафидитом. То есть некоторые не согласились здесь со словами имама альбрабагари. Сказали, что имам альбрабагари назвал их чем? Точнее, со словами Суфьяны и ину Айadas, который привел имам альбрабагари, что Суфьян и ину Айадад назвал кого? Того, который поставит в почете выше алифи над рафидитом, тот уже рафидит. Сказали, нет, этот человек шиит не называется рафидитом, а рафидит тот, который посчитает, что Али выше, чем Расман в вопросах правления. Вот тот рафидит. Понятно ли, нет? И действительно, это более правильно. Это более правильно, на чем сошлись сегодня приверженцы сунны, на чем сошлись приверженцы сунны. Продолжение следует...